Пацан сказал, пацан сделал. Я занялся этой темой, придумал вполне легитимную законную схему. А это твой первый ребенок? Да, по сути дела. Для меня это, честно говоря, было откровением. Продолжение вопроса про 90-е годы. Мы ведем мониторинг этой ситуации. Почему? Нетрадиционный офис продаж. Кран там, долбежка там или еще что-то. Я сделал вот это и все тут же пошло. Ты асоциальный человек. Было дело. Блиц, какого числа День строителя? Второе воскресенье августа. Квартал или квартал? Квартал. На каком автомобиле ты ездишь? Порше. А модель? Каен. Путин или Ельцин? Путин. Самое главное качество для руководителя? Последовательность. Ну, а теперь обо всем по порядку. У меня складывается ощущение, что в строительный бизнес все приходят вообще, кто откуда. Вот и ты, судя по всему, не исключение. Ты закончил авиационный институт по специальности радиоинженер. Расскажи, пожалуйста, каким ты видел тогда свое будущее? Действительно, я окончил МАИ в 1986 году. В то время это был один из передовых вузов. И, в общем-то, работали мы по одной из таких передовых тематик. В то время полстраны работало на оборонные комплексы. И, в общем-то, этот институт был не исключение. И, соответственно, видел я себя в том, что буду делать что-то передовое, то, что будет нужно для страны, и будет, так скажем, нужно. Вот. И, на самом деле, я даже не считаю это образование непрофильным, потому что, действительно, у многих моих коллег похожий, так скажем, бэкграунд. В то время советское образование давало очень системное мышление. И самое главное, что я вынес из этого вуза, это умение системно мыслить, умение раскладывать процесс на составляющие, понимать причинно-следственные связи. И, на самом деле, это оказалось достаточно универсальное. То есть, можно было работать, не знаю, на противоракетную оборону в этом. А оказалось, что, в общем-то, можно заниматься и недвижимостью. А ты перфекционист? В целом, да. Это видно по твоему костюму, очень хороший костюм. Браво, Новый Кучинель. А чем ты занимался сразу после выпуска из института? По сути дела, занимался научной работой, наверное, так можно сказать. Достаточно прикладного характера, которая была востребована в определенных отраслях советской экономики на тот период. А потом, так скажем, в недвижимость пришел, можно сказать, случайно. А в тот момент, еще даже, можно сказать, на студенческой скамье я поженился в первый раз. И встал вопрос размена квартиры с родителями жены. В то время не было сделок с недвижимостью, можно было меняться только государственный жилой фонд. Ну и на самом деле, они поставили очень жесткие требования. Мы согласны разъехаться. Там была трехкомнатная квартира, надо было разъехаться на два для них и на однушку для нас. И стал вопрос, что мы согласны, но только если двухкомнатная квартира будет на нашей лестничной клетке, в этом же доме. Ну, они это сказали. Чтобы вы были под контролем. Нет, скорее всего, это они сказали для того, чтобы они не хотели разъезжаться, потому что это нереальная задача вот так. Контроль они, думаю, меньше всего думали. Ну и я занялся этой темой. Мне эта тема показалась интересной. В тот момент можно было выстраивать цепочки обменов всяких. Но я выстроил там из семи звеньев такую цепочку обмена, в результате которой действительно выменялась квартира на ихнем этаже. Ну, пришлось смеяться, как бы росло. Пацан сказал, пацан сделал, в общем. Им пришлось разъехаться. А я преодолел в тот момент вообще первый опыт общения с недвижимостью, ну, в том виде, в котором она была раньше. Вот. Ну, дальше я понял, что такое квартира, чем они отличаются, там, чего хотят люди. Мне показалось это интересно. И так сложилось в дальнейшем исторически, что эта тема нашла продолжение уже, когда начал появляться рынок недвижимости. Я понял, как это можно все применить в моей первоначальной опыте. И, в общем-то, таким образом ты и открыл, собственно, агентство в 92-м году. Да, по сути дела, там, на самом деле, был период еще более интересный, когда начинался рынок недвижимости, появился первый закон о собственности в СССР, потом в РССР. Приватизированные квартиры появились в первую очередь в статусе ЖСК, кооперативов. И встал вопрос, там, не все квартиры можно было приватизировать тогда, то есть вообще нельзя было. Я придумал вполне легитимную законную схему, как делать сделки с неприватизированными квартирами. И эта тема пошла, в принципе, это был мой первый опыт, и это был ноу-хау такой для рынка, то есть этого не мог никто сделать. Потом эта тема нашла продолжение уже в комнатах с коммунальными квартирами, то есть в какой-то период времени там мое агентство было лидирующее вот в этом сегменте рынка, который занимался комнатами в коммунальных квартирах, потому что их нельзя было приватизировать тоже. А методика, как это законно делать, была. И, в принципе, мы делали такие сделки, и достаточно упорно развивалась эта тема. Потом рынок начал, ну, как бы укрупняться, цилизовываться, и на каком-то этапе, там, в 2005 году, вот, когда уже появился рынок новостроек, то есть уже, ну, не просто старый живой фонд перепродавался бесконечно, но и начало создаваться что-то новое. Ну, я понял, что этот ресурс для меня уже перестал быть интересен, этот вторичный рынок. Я продал эту компанию, честно говоря, вот, которая у меня была, и вот тогда перешел на работу в группу компании «Интек», которая на тот момент, в общем, была одной из лидирующих. А как называлось твое агентство? «Бонником». Я решил сменить профиль, и вот в «Интек» меня коллеги поверили, вот, и 12 лет после этого я проработал в «Интек». А тяжело вообще было работать в 90-е годы? С каким чувством ты вспоминаешь те времена? Ну, я бы так сказал, что ни тяжелее, ни проще, просто каждый период времени диктует свои правила игры, свои условия. Было и хорошее, и плохое, так скажем. Было превышение спроса на предложение, то есть качественного жилья было мало, ничего не было. Это было, ну, как бы легко в этом смысле. Ну, законодательная база, там, все механизмы, все было, ну, совсем не настроено, не у государства, не, так скажем, в бизнесе. Это было немножко труднее там. Вот один из наших проектов, достаточно успешных, на улице Усеевича. А у тебя есть любимый проект в «Лидере»? Ну, вот у меня есть один из перспективных проектов «Любивых», который пока еще не вышел в продажу, я над ним сейчас работаю. Какой? Ну, будет в районе Ломановского проспекта располагаться, так скажем. А из тех, которые сейчас в продаже, ну, вот мне, в принципе, нравится, вот дом на улице Усеевича, очень неплохой проект на Ленинском проспекте, тоже мне очень нравится дом такая, и архитектура приличная, и в окружении гимназии, детских садов, зелени там, ну, прям реально приятно находиться, особенно летом. Слушай, а ты вообще много времени в офисе проводишь? Ну, вот пока да, к сожалению, то есть многое провожу времени. Не любишь, да. Ну, я понимаю, что жизнь многограннее, как бы, чем в офисе, но пока, наверное, 90-95% времени в офисе. Как ты уже сам сказал, в 2005 году ты поучаствовал в создании компании «Магистрат», и 12 лет ты был бессменным руководителем этой компании. Да. И вот буквально в конце 2017 года, в декабре, ты покинул свой пост. С чем это связано? Ну, действительно, компания «Магистрат» — это дочка Интек стопроцентная, и меня руководство Интек пригласило в том числе для того, чтобы создать эту компанию, этот бизнес риелторский, потому что на тот момент в группе Интека не было своего риелтора, не было своего риелторского бизнеса, и они все отдавали на аутсорсинг, там, существующим агентствам недвижимости. Вот, и действительно, была создана компания, была создана команда, были созданы бизнес-процессы, и, в принципе, в течение всех 12 лет, которые мы были, такие ключевые показатели, как там выполнение плана продаж, там, средних цен по проектам, они, в принципе, все время выполнялись, и, ну, в группе компании Интека претензий к своему риелторскому подразделению, в том числе и ко мне, никогда не было. С чем связан, как бы, уход? На самом деле, это вот продолжение вопроса про 90-е годы. Каждое время диктует свои правила игры и свою структуру бизнеса, даже свои системные подходы. Я характеризую текущее состояние рынка сверхвысокой конкуренцией, с одной стороны, которая явно превышает платежеспособный спрос. И это является серьезным вызовом для девелоперов. Они вынуждены конкурировать между собой. Но вариант ценовой конкуренции, который наблюдался, ну, там, условно говоря, еще 5 лет назад достаточно активно, вот, на мой взгляд, он себя исчерпал, и конкурировать можно только качеством продукта. От этого выигрывает, ну, потребитель, безусловно, покупатель, они получают жилье нового уровня. И на каком-то этапе, напомню, что компания-магистрат, в общем-то, в группе отвечала за продвижение и продажи, то есть мы, по сути дела, во многом получали готовый продукт, сформированный другими подразделениями группы. Но в целом определяющего значения на вид продукта мы не имели. А мое понимание текущего рынка, чтобы девелоперская компания была успешна, чтобы она конкурировала на рынке и занимала лидирующие позиции, она должна производить тот продукт, который нужен потребителю. А еще лучше даже немного напережения, в том числе и формировать спрос, учитывать передовые практики, там, не только наши, но и нам есть на какие более развитые рынки не движемся посмотреть в мире. И все это должно учитывать, накладывать на портрет потенциального потребителя, четко понимать, для кого ты что делаешь. То есть не может быть успешного дома для всех категорий жителей. Мы все же строим что-то для кого-то. Так же, как у вас ресурс работает на определенной целевой аудитории, так и девелопер должен работать на определенной целевой аудитории. И это говорит о том, что вообще идея создания продукта, его продвижения и продажи, это все же достаточно сквозная идея, и она должна быть объединена под одной структурой, даже под одним человеком, можно сказать. И на самом деле, мое расставание с НТЭКО во многом обусловлено изменившейся ситуацией, моим видением, в том числе и себя в этой ситуации. То есть мое видение, что нужно работать в структуре, где руководство, акционеры такой подход считают правильным и его реализуют. Так, это что? Это продажи, да, я так понимаю? Да, Стас, здесь у нас расположены отделы продаж, соответственно, у нас в настоящий момент работает три отдела продаж, которые специализируются на различных частях города Москвы. Есть север, есть юг, есть центр. Все как на войне. Все три отдела здесь? Да, вот прям все три руководителя отдела здесь кучно представлены. Вся операционная работа с клиентом, по сути дела, от звонка до того, как он появится в одном из наших пяти офисов продаж, один из которых мы сейчас смотрим как раз. Вот этот успех куются в данном помещении. А кто поставил Леонардо Ди Каприо в угол? Трудно сказать, это было до меня. В 2017 году лидеры должны были приступить к двум крупным котам, комплексные на своей территории. Да. Да, где-то на улице Лобачевского и неподалеку от бизнес-центра Нагатина Айленд. Совершенно точно. Вот. А почему? Почему не вышли? Почему не анонсировали? Мы как раз в 2017 году активно занимались обоими этими проектами. И более того, могу сказать, что мы в конце прошлого года получили разрешение на строительство на Лобачевского и даже подали на регистрацию первый договор долевого участия. То есть этот проект у нас развивается и, в общем-то, он практически готов. Что касается проекта Нагатина, там тоже достаточно сильное продвижение с точки зрения, ну, проектирования. И в этом году мы думаем, что выведем в продажу. То есть никаких проблем не видим для этого. А это все будет также не ниже уровня комфорт-класса? Ну, нет. Это будет, условно говоря, в среднем это, ну, как бы бизнес, там бизнес-минус, бизнес-плюс. То есть надо смотреть различные варианты, но это точно не комфортно. А сейчас мы уже в кабинете у Алексея находимся. Это, я так понимаю, типа карта, на которой отмечены все объекты лидеры инвеста? Ну да, как я вот вышел на работу, первое, что мне пришлось делать, это, чтобы разобраться с портфелем. Я попросил повесить мне карту, наколоть места для наших объектов, которые находятся в продаже там. И в целом, вот как раз вы видите эту концепцию, о которой мы говорили, что такое более-менее равномерное покрытие нашими объектами всей Москвы. Здесь очень ценная информация, ни в коем случае не снимай, да, мы договорились, что мы ее стирать не будем. Здесь творческий беспорядок у Алексея на столе? Да, здесь творческий беспорядок. Алексей предпочитает авиан. Если что-то покрепче, то что? Вино. Когда мы куда-нибудь путешествуем, обязательно заезжаем на винодельню. Вот мы на Новый год были в Ереване, а оказалось, что в Армении тоже вполне приличное вино бывает. На какую винодельню вы заезжали, когда путешествовали по Антарктиде? По Антарктиде. Вин гинячий, судя по словам. Не-не-не, мы заезжали в Аргентине, в Патагонии, а Красная, это огненная земля, полуостров, это часть Патагонии, там есть хорошие вина, они там достаточно южные, то есть холодно, но там растет виноград. Как сейчас помню, лучший сорт вина, который я пробовал в Аргентине, назывался Финдельмунда, в переводе с испанского конец света. Ну, вот конец света, имеется в виду земли. И на самом деле, вот этот город Ушивая, который является крайне южным городом Аргентина, откуда уже начинается путь в Антарктиду, там тоже такая табличка около порта висит, и на нем тоже написано Финдельмунда, конец земного шара как бы там, все фотографируются, такая достопримечательность. Но вино было очень хорошее, я одну бутылку взял Москву. В одном из своих интервью я узнал о существовании такого термина, как аромамаркетинг. Для меня это, честно говоря, было откровением. Это такое направление маркетинга, если кто не знает, которое занимается выведением определенных запахов, стимулирующих потребление этого продукта. И ты внедрял вот эту технологию, какой-то специальный запах в офисах магистрата. Был удел. Да. Мне интересно, какие еще интересные штучки маркетинговых ходы, такие скрытые, на первый взгляд, ты когда-либо применял или планируешь применять здесь уже, например, в лидере? Ну, так, аромамаркетинг, это, наверное, уже такие совсем тонкие настройки, когда там много чего уже сделано. Из таких маркетинговых фишек, ну, допустим, Вунтека был у нас проект лайнер, где мы сделали нетрадиционный офис продаж, он даже какие-то первые места там занял премию. В виде реального самолета, да, Ту-134. Целая история была, как мы его покупали, переделывали, перевозили там. Но это, безусловно, стало такой как бы визитной карточкой, фишкой. Многие туда ходят на экскурсию сначала, а потом уже сначала со своими детьми, там кабина пилота полностью там открыта, можно поиграться в всякие тумблеры. В любом случае, это интерес к объекту, который потом рано или поздно трансформируется в сделки. Ну, из таких финансовых инструментов тоже, по-моему, еще в 2016 году мы запустили продукт с одним из банков с нулевым первоначальным взносом по ипотеке. Ну, то есть, тоже это в свое время было на рынке новостью, недвижимость, никто так не делал, не все банки, естественно, решались на этот шаг. Ну, тоже такой привел к большой активизации продаж. Не факт, что все брали с нулевым первоначальным взносом, но, по крайней мере, количество обращений и интерес к объектам, где это было, очень сильно возрастало. Есть такое, на самом деле, даже не я сам придумал, мне посоветовали брокеры, но тоже очень эффективный оказался шаг при продаже элитной недвижимости на этапе строительства, когда уже возведено там, ну, хотя бы стены. Вот. Мы заметили, что у нас в портфеле было много элитных обед, и как-то не очень продавались некоторые квартиры. Мы просто их покрасили в белый цвет стены, ну, обычная водоэмульсионная краска, провели там дополнительное освещение. Нехитрый такой шаг, но он дал очень серьезный результат, то есть, ну, продукт стал восприниматься лучше, светлее, как бы пространство расширилось, стало больше, и так мы продали достаточно, ну, зависшие, так скажем, квартиры, которые трудно до этого продавались. Алексей, все любят рассказывать о своих успехах, каких-то профессиональных, личных. У тебя мне хочется спросить об ошибках. Можешь рассказать о каком-то своем самом мощном профессиональном фейле? Ну, допустим, раз мы уже говорили про лайнера, я про него могу сказать, что первоначально, когда мы выводили в продажу этот объект, он вообще казался таким очень непонятным, в том числе даже нам, ну, не совсем он нами разрабатывался, так скажем, но в рамках группы это был циранный продукт, когда 25 там апартаментов на этаже, то есть, ну, это воспринималось как общежитие, если так совсем. Но там, если я не правильно помню, на два корпуса 4 тысячи квартир. Да, порядок цифр такой, то есть, ну, короче, понятно, что это. И, ну, сначала, как бы для нас это был такой вот, ну, не то, что провал, там, продавшись неплохо, так скажем, было непонятно, кому это вообще надо, там, и что с этим делать, в общем. Конца и края, как бы не было видно этому горизонту, если вот так даже все разделить, там, сколько мы продавали в месяц, на количество, там, 4 тысячи поделить на это количество, получалось там страшное количество лет, если не десятилетие, я бы так сказал. вот, но, моя какая позиция заключается в том, что, ну, вот из какого-то такого, ну, с такой сложной ситуации, в какую бы ты попал, ну, надо искать выход. с помощью разных там мероприятий, которые не было, одна вот, ну, обычно там, приводят пример, там, а вот я сделал вот это, и все тут же пошло. К сожалению, ну, в жизни так бывает сложнее, то есть, какой-то одно вот, один шаг, одно мероприятие, не всегда спасает ситуацию, там, нам пришлось подойти комплексно и сделать ряд шагов, не буду уж сейчас углубляться, это и тот же офис, это там инструменты финансовые сбыта, это там и добавление квартиры в продукт с отделкой, ну, в данном случае апартаментов, и там более четкое продвижение на определенную целевую аудиторию, в частности, мы поняли, что этот продукт может быть интересен тем, кто снимает жилье сейчас, то есть, мы сделали целевую аудиторию, ну, целевую компанию по продвижению на арендаторов жилья, там, в определенных локациях, так скажем, вот, выявил, что это неплохой вообще финансовый инструмент, как бы, арендной доходности, и так далее, то есть, мы рассегментировали всю непонятную целевую аудиторию на какие-то группы, для каждой из этих группы смогли сформировать, ну, условно говоря, мини-продукт в рамках этого лайнера, там, кому-то с отделкой, кому-то там без взноса, кому-то там с рассрочкой, кому-то еще как-то, и в результате этот проект, в принципе, ну, по итогам 16-го года, он в формате апартаментов топ-1, то есть, он первое место занял по объему продаж. Подожди, это я сейчас услышал историю успеха, а фейл-то в чем? А фейл сначала был то, что был продукт, вообще не пойми что, ну, общежитие, вот, до этого общежитие на рынке никто не продавал в массовом количестве. Ну, извини, это же не твой фейл, это же не ты построил, просто ты взял, и из того, что тебе дали, ты сделал что-то удобоваримое, смог это как-то обосновать рынку, и там, как-то организовать продажи. А в чем твоя-то вина здесь была? Ну, первые два года я не мог похвастаться таким результатом, это был реальный фейл. Я получил этот продукт, и ничего не мог с ним сделать. Ну, я там, ну, два, может, первые полтора года мы вот продавали так мало, что он, ну, как бы, генерировал реальную убыточность для компании. Поэтому это реальный фейл был. Если бы я это с самого начала как бы не сделал, там, не допустил, в конце концов, у меня тоже была определенная позиция в компании, которая так или иначе мог это предотвратить, наверное, вот, или там как-то найти на более раннем этапе решения. Но ситуация такова, что не сразу осознаешь глубину этого фейла, так скажем. А здесь, я так понимаю, вид на один из ваших объектов? Да, это как раз один из перспективных наших проектов на Гатин-Айленд. Не тот, ребята, если вы видите, не вот эти вот цветные здания, это технопарк. Абсолютно правильно, это апартаменты, которые уже построены. Наш участок находится вот между этими апартаментами и Москва-рекой. И вот здесь мы планируем как раз в этом году увезти в продажу тоже наш уже крупный проект комплексной застройки, часть домов будет с видом на Москва-реку. Вот это все будет сноситься, да, так понимаю? Да. Здесь будет улица проложенная, там небольшой парк мы планируем около Москва-реки, такой там с причалом даже. Вдоль Москва-реки пойдет набережная городская, которые, ну, автомобильная, которые уже делают. И отсюда будет очень хорошая транспортная доступность до центра Москвы. То есть это будет альтернатива проспекту Андропова. То есть можно в центр будет доезжать по этой набережной. Итак, у меня в руках телефон Алексея Болдина. Давайте посмотрим, что он на него там понаустанавливал. Так, во-первых, это семерочка сломанная. Ты сказал, что ребенок, да, твое уронило? Абсолютно точно. Двугодовалый. Ты асоциальный человек, потому что ты не любишь читать ни электронные письма, ни сообщения. Электронных писем, на секундочку, непрочитанных, 12 821 письмо. То есть, если ты мне дашь свой e-mail, то мне смысла нет тебе писать, да? У меня там все хорошо рассортировано, на самом деле. У меня там несколько адресов смешивается. Есть адреса, куда идет и спам, к сожалению. Так, на WhatsApp я не вижу огонечков. Значит, WhatsApp ты читаешь, но сообщения, SMS тоже не любишь. 146 непрочитанных. Навигатор, автомобилист, парковки. Так, и Гэт, и Убер. Ты часто пользуешься такси? Ну, пользовался. Ну, там Яндекс такси, кстати, это должен быть, по крайней мере. Да, одно время пользовался. В принципе, очень интересная вообще вся эта история с шеринг-эконами. И, на самом деле, вот, я вот серьезно думаю, при проектировании новых комплексов, крупных, ну, там, даже таких же, как Лобачевск или Нагатина, мы обязательно будем закладывать для вот шеринговых компаний специальную стоянку, куда жильцы могут приехать на вот этой, арендованной на несколько часов в машине, оставить ее, ну, то есть, чтобы это было не хаотично, чтобы бросил, где попал, на улице, там, это нормальный тренд, который, в общем-то, сейчас жителям нужен. у меня, у меня, извини, просто заболели глаза, потому что я увидел вайбер, вайбером ты пользуешься, да, судя по всему? Ну, да, бывает дело. Пользуешься, но не читаешь, 56 непрочитанных. Почему ты не пользуешься соцсетями? Ну, я бы так сказал, что, наверное, я предпочитаю приватность, так скажем, в отношениях с людьми и общение, ну, face-to-face, чтобы все же это не заменяло живого общения соцсети. При этом, ну, по соцсетям я четко разделяю истории на профессиональную и личную, да, то есть, профессиональная, она, безусловно, имеет очень широкое представительство, широкое использование, мы там в продвижении используем соцсети, то есть, по лидам, это у нас сейчас один из самых эффективных инструментов, на самом деле, генерирующие лиды, а для личных, что называется, ну, что, ну, есть другие инструменты и если это близкие люди, то я причитаю с ними просто встречаться, если это деловые контакты, то мне очень нравится, там, тот же WhatsApp или SMS, это учит очень точно излагать свои мысли и недвусмысленно, коротко и ясно. Как ты проводишь свой досуг? Ну, последние два с половиной года я провожу в основном со своим сыном, который недавно родился и видит меня мало и практически, как только видит, он на меня вешается и это, что называется, как я называю, ручной режим, то есть он у меня все время на руках, вот, и я с ним провожу очень много времени, меня это очень радует. А это твой первый ребенок? Нет, это второй ребенок, как бы, вторая дочка у меня уже более взрослая, она же поступила в институт уже в этом году, вот, мелкий, да, вот, вот, ну и плюс, это, мы очень любим длительные путешествия, длинные с женой, и пока мелкий не родился, мы, так скажем, их много реализовали, там, например, вот, из таких ярких на Антарктиду мы ездили, то есть, на Фиджин, вот такие какие-то дальние, там, на Галпагоса, там, допустим, вот, что-то такого. На Антарктиду длительное путешествие туда дорога занимает большую часть времени, или что там делать долго на Антарктиде? Долго не продержишься? Нет, там есть такой формат, можно плыть из Аргентины, там, с огненной земли, город там ушивает, там, ты плывешь на, ну, на кораблике, так скажем, через этот, пролив Дрейка, где там вечная шторма, ну и приплываешь к Антарктиде и дальше просто углубляешься там в мир, так скажем, классности, ледовой классности твоего судна, там ты или там дойдешь до какой-то предела, ну, там уже начинаются станции на полуострове антарктическом, вот, ну, пингвины начинают сразу, так сказать. В принципе, конечно, какой-то пеший поход вглубь, там у нас не было такой опции далеко ходить, ну, по побережью, в принципе, я могу путешествовать. Ну, это впечатляет, это стоит того? Не, офигенно, ну, я много был где, конечно, но вот Антарктида, это просто вот. А в чем прикол? Там просто, ну, это как другая планета, там энергетика даже другая, там, допустим, чтобы ты спустился, ну, судно на берег, ты сначала там окунай, ну, во-первых, это все в сапогах делается, резиновых, эти сапоги-то должен там через марганцовку пройти какой-то раствор и только потом высаживаться, чтобы не занести туда бактерии. А, это что? Да, то есть это вот как другая планета, реально. Стерильная. Стерильная, то есть, ну, другое отношение, там, ну, там нету людей, постоянно живущих, и это совсем другая энергетика, она, ну, прям, вот, ты это ощущаешь, я даже не знаю, чем. То есть, я даже не знал, что у человека бывают такие органы чувств, короче, которые это можно ощущать. То есть, это не голова, это не зрение, это что-то другое. То есть, ты чувствуешь вот эти там, ну, не знаю, вот эти ледники, вот там солнце почти все время но было так скажем уж нам везло и когда сочетание вот этих просторов ледяных солнца море вот этого отражающегося этих еще айсбергов ты еще на какую-нибудь гору при этом заберешься там хотя бы чуть-чуть там а вот и все то это смотришь что там можешь короче остаться вот в этой медитации ну это как тибет я так понимаю кто вот я не помните ведь но те кто рассказывает вот по какому-то восприятие тут примерно то же самое но мне кажется более рафинированная более вот так скажем очищена от каких-то либо прочих энергий я бы так сказал там конечно очень необычно класс я бы никогда не подумал не на него реально вот я просто это из моих самых ярких впечатлений жизни это вот туда ты хорошо выглядишь как ты поддерживаешь себя в форме ну сейчас я как бы уже хуже чем раньше но на самом деле чем когда ты была 18 до меня чем когда мне было там пока ребенок не родился так скажем я занимался гимнастикой у меня есть авторская методика специальная по которой меня тренер тренировал то есть он является таким пропагандистом здорового образа жизни без высокой цены то есть достаточно просто пара гантелей одного квадратного метра и с помощью своего тела с помощью но твое тело является самим тренажером то есть не нужен тренажер нам нужно просто так скажем принимать правильные позы в так сказал это дает возможность тренировать любую группу мышц там как на выносливый так на рост мышечной массы на что хочешь а вот это моя самая любимая комната это кухня огромная какая смотри даже не кухня столовая я рассказал кафе слушать а на самом деле питаешься обычно ем в своем кабинете так скажем вот пока нет есть другие технологии доставки я сам не приношу но на самом деле здесь я эксплуатируюсь вообще со стопроцентной отдачи потому что у меня там на еду уходит я засекал 10 минут то есть все остальное время я работаю это очень эффективно потому что я же смотрел как выглядит твой телефон я не увидел ни одного фут сервиса на твоем грани у меня есть помощница какой у вас средний возраст компании сейчас когда встал вопрос каких менеджер по продажам надо набирать у нас буквально вчера была дискуссия ну вот моя парадигма заключается в том что ну должны быть разные люди обязательно то есть так как клиенты есть разные да то у тебя сутковый менеджер это все равно один из важных инструментов цепочки продаж и соответственно здесь очень важно химия между клиентом и менеджером по продажам часто они становятся друзьями и потом когда клиенту надо еще что-то купить они обращаются очень часто даже не в компанию никуда непосредственно персональному человеку да поэтому и люди должны быть разные я имею ввиду менеджер потому что клиенты все разные и когда ты задаешь очень жесткий фильтр до слова ну условно говоря все должны быть до 25 лет там из регионов голодные холодные там так далее ты получишь определенный срез как бы и но не факт что всех клиентов удовлетворить такой менеджер поэтому все люди разные их много виктор цой жив это поливая выдвигаете на мой интерес к русскому року да совершенно верно я знаю что это поклонник русского рока что ты слушаешь ну того что сейчас можно услышать но мне нравится там не знаю пикник там бедва сплин вот последний концерт на котором вывод в прошлом году это в зеленом театре парке горького сплингу концерт таким аншлагом приличным а вот ну там диана арбенина часто хожу кстати тоже нравится назови три самых крутых жилых комплекса на территорию москвы на твой взгляд в элитном сегменте мне нравятся садовые кварталы безусловно масштабный проект который никто не повторит больше в таком более доступном формате мне нравится объект по и сына среда тоже очень продуманная из плохого старта ну как бы земельного капитала то скажем сомнительно для москвы локации юго-востока коллеги смогли очень последовательно выстроить качественные бренды хорошо продавать и наверное пожалуй я бы отметил ботанический сад ботанический лайв ботанический сад то группа пионер тоже такой хоть он и давно уже как бы зачинался но такой проект свое время и сейчас он очень актуальный там пошел ботанический сад 2 и так далее это подтверждает историю успеха то есть таких крупных объектов я бы вот эти три у тебя есть мечта да безусловно есть я даже назвал мечта тире цель потому что но все же мечтает когда-то в облаках пребываешь мне все же больше на земле надо находиться но моя мечта чтобы в этой компании лидер инвеста куда я пришел вот все эти внутренние задачи которые для себя дело это основной это вот создать продукт так скажем нового поколения для девелоперского что не делал еще никто что вот мы отличились от других чтобы у нас была вот эта своя неповторимая ниша когда все говорили да вот этот продукт это лидер инвест ну там допустим лидер инвест и вот это такая вот моя бекаде моя мечта там вот на данном этапе жизни то есть раз я сюда пришел я как бы статистом здесь быть не могу то есть моя задача это сделать я тебя желаю чтобы ты как можно скорее воплотил своей мечты и в час эту мечту жизнь спасибо спасибо спасибо